Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теплоснабжение в Куйбышевском районе. Безответственное отношение ООО «Волга-Теплоснаб» в части эксплуатации котельной в будущем может негативно сказаться на прохождении следующего отопительного сезона. Для того, чтобы в зону риска не попали 42 дома, школы и детский сад, мэрия Самары обозначила необходимость заблаговременного решения вопросов, связанных с состоянием объекта теплоснабжения. Кредиторы и собственник уведомлены о том, что котельную, которая в данный момент вынуждена находится в аренде одного из профильных муниципальных предприятий, нужно привести в порядок. Вместе с тем будут приняты меры и относительно всей цепочки подачи тепла от котельной каждому потребителю. Первый вице-мэр Владимир Василенко поставил задачу провести ревизию всех тепловых узлов, также в дальнейшем восстановить элеваторы и другое оборудование, которое напрямую влияет на качество подачи тепла. Вот эта плановая работа, которая сегодня началась заранее, никакой паники нет, котельная сейчас топит, работает, но, еще раз повторяю, на случай возникновения, которых у нас было четыре в этом году, Мы вынуждены будем приступить к строительству двух источников. Один, который касается, который у нас сегодня плановый идет в схеме теплоснабжения, это переключение котельной КНПЗ на сети Т-плюс, это схема по алькотельной у нас работает и в схеме теплоснабжения. Вторая по улице Трубная. Жителей дома по улице Ветлянской не устраивает работа управляющей компании. Плохо убирают снег, не ремонтируют подъезды, не счищают наледь с крыши. Но при этом квитанции на солидные суммы в почтовых ящиках появляются регулярно. Что делать и куда жаловаться, если ваши права нарушает управляющая компания, разбиралась Елена Чернявская. Мимо 38-го дома на улице Ветлянской жители боятся проходить. Над головой угрожающие сосульки. Как рассказывает старшая по дому Елена Шабанова, за уборку при домовой территории жители платят стабильно, а управляющая компания свои прямые обязанности не выполняет. Под управлением жилищно-строительной компанией наш дом находится около полутора лет. За это время, конечно же, должным образом подъезды не убираются. Крыша очищается очень редко по заявкам жителей. Сосульки постоянно, которые нарастают, ввиду того, что здесь система труб проложена на крыше. Конечно, это нужно делать чаще. И я считаю, что управляющая компания сама должна отслеживать эти моменты. Очень сложно взаимодействовать с этой управляющей компанией. Налец на крыше. Входные группы подъездов плохо очищены. Все это представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Основная проблема сейчас – это крыша, потому что балки в двух местах прогнили. Крыша течет, фасад разрушается сверху. Это видно невооруженным глазом, вот над первым подъездом. Жители своими силами латают дыры. Этот вопрос нужно решать. Эту зиму мы как-то протянули, а следующую уже, я боюсь, что не протянем. Жалуются жители и на нехватку кадров. Один дворник на несколько домов. Пока очередь дойдет до определенного адреса, снег уже и чистить не надо, сам растает. Кроме того, управляющая компания не следит за тем, чтобы во дворе не было скользко. Лед не скалывают, дорожки возле жилых домов песком не посыпают. Оценить ситуацию в очередной раз приехала представитель административной комиссии промышленного района. В этом году в отношении данной управляющей компании было возбуждено одно административное дело, которое было рассмотрено административной комиссией. Было наложено наказание в виде предупреждения. В случае повторного административного правонарушения предусмотрен штраф уже. Будет однозначно наложен штраф. Мы собираем материалы и направляем в государственную жилищную инспекцию для рассмотрения и принятия соответствующего решения. Возможно, выход из ситуации смена нерадивой управляющей компании. Поскольку управляющая компания систематически не реагирует на обращение жителей, принять такое решение жители смогут на общем собрании собственников. Ведь вовремя неубранные сосульки или гололед могут стать причиной серьезных травм. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События. Во всех районах Самары проходит общественное обсуждение дизайн проектов пространств, претендующих на благоустройство в следующем году. Работы пройдут в рамках программы «Комфортная городская среда». Встречи уже прошли в Кировском и Куйбышевском районах. Ознакомились с дизайн-проектами, задали свои вопросы, внесли предложения и жители железнодорожного района. Продолжит тему Ольга Хомракулова. В Самаре продолжаются обсуждения дизайн-проектов пространств, претендующих на благоустройство в 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На повестке топ-20 значимых для горожан локаций для рейтингового голосования. Их уже выбрали ранее из 87 пространств. Перед началом голосования все проекты благоустройства выносят на обсуждение общественности. Встречи уже прошли в Кировском и Куйбышевском районах. Ознакомились с дизайн-проектами, задали свои вопросы, внесли предложения и жители железнодорожного района. На слушание приглашены абсолютно все жители района. Слушания нужны, потому что все пространства общественные, которые делают, делают, конечно, в первую очередь для жителей. Поэтому мнение жителей в данном вопросе, наверное, кардинально необходимо. В железнодорожном районе в топ-20 территорий для голосования попал сквер первых космонавтов. Хотелось бы, конечно, чтобы было озеленение, чтобы были лавочки. В нашем районе очень активно мы принимаем участие во всех программах. В частности, в нашем дворе была, как говорится, недавно закончилась ГКС-программа. У нас очень красивый двор, и мы видим результаты. Поэтому мы хотели, конечно, чтобы и другие зоны вокруг нашего двора тоже облагораживались. Пожелания самарцев будут принимать до 28 февраля. Мы видим большой интерес, который прежде всего сказывается в количестве тех жителей, которые принимают ежегодное участие и в процедурах обсуждения территорий, непосредственно в процедуре отбора территорий. Дизайн проекта у нас, концепции будут доработаны с учетом общественных обсуждений и будут представлены непосредственно голосования. Отдать свой голос за выбранный проект можно на платформе 63.городсреда.ру через госуслуги и виджет «Мой выбор. Мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов. О сроках голосования сообщат дополнительно. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. В Госдуме готовят законопроект по регулированию деятельности бизнес-тренеров и коучей. С такой инициативой выступила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Согласно новому законопроекту в стране введут две новые профессии – бизнес-тренер и коуч. Это поможет отсеять непрофессионалов и защитить людей от обмана. Гульфия Сафина попробовала разобраться в теме. Вот смотрите, наставник, консультант просто, например. Вот человек называется консультантом. Трансформационный коуч. Ну это то, что на рынке. Вот он, рынок. Дикий рынок. Дикий рынок наставников и коучей поражает не только количество наименований разных специалистов в сфере обучения, но и число самих участников. Бизнес-тренинги сегодня ведут тысячи человек. И далеко не у всех есть знания и опыт в сфере бизнес-продвижения, рассказывает директор Центра корпоративного развития одного из самарских вузов Елена Яшина. Чтобы навести в этой сфере порядок и подготовить действительно знающих специалистов, в экономическом университете начали обучать бизнес-тренеров. Но пока в рамках курсов повышения квалификации, поскольку по закону самостоятельной профессии в России пока нет. Поэтому инициатива парламентарьев о введении соответствующих простандартов решение закономерное. Тем более, что некоторые бизнес-структуры регулярно пытаются взять эту сферу под свой контроль и заработать на сертификации специалистов. Слава Богу, мне кажется, после введения профессии, именно после проработки профессиональных стандартов, решится вопрос навсегда. То есть сертификация неплоха, как дополнительная история. Но профессиональный статус сразу изменит ситуацию. Ну, единственное, у меня взгляд, знаете, на это какой? Я считаю, что это должно быть не отдельное совсем направление, а это все-таки должно быть в рамках менеджмента, потому что это в какой-то степени управленческая деятельность. Другое дело, что самозматцы все равно найдут способ обойти закон и нажиться на тех, кто ведет сомнительную рекламу. Ну, например, они будут говорить, что они там специалисты по развитию. Потому что это запрос толпы, и здесь толпа, она бежит как раз в ту сторону, где ее приманят. Я думаю, они просто будут по-другому себя называть. Это просто, на самом деле. Мы это уже тоже проходили, потому что подобные попытки, они были. Законопроект коснется и профессии коуч. На рынке России работает до 5000 сертифицированных коучей. Действующих членов Международной Федерации Коучей в нашей стране порядка тысячи. Но практикуют эту деятельность гораздо больше так называемых экспертов. Иногда, не имея необходимых компетенций, коучи могут впустую потратить время клиентов, причем за приличные деньги. А могут и вовсе нанести психологический вред, отмечает директор представительства Эриксеновского университета коучинга в СНГ Анна Лебедева. Когда человек пользуется услугами специалиста, он не знает, имеет ли специалист обучение, и ему надо это спросить. И если этот специалист коучингу не учился, я бы посоветовала вам воздержаться от использования его услуг. Так как у коучинга есть четкие нормы и понимание, в каких ситуациях необходимо остановить коучинг и воспользоваться, и предложить клиенту воспользоваться услугами другого специалиста, то человек, который коучингового образования не имеет, не будет знать, что он делает уже что-то не то. Так, сейчас мы будем командой проводить тимбилдинг, командой сели. Почему? Командой не любит друг друга никто. Светлана Макушева – кандидат экономических наук. Много лет занималась бизнес-консультированием по работе на финансовых рынках. Имея за плечами защиту диссертации и успешные кейсы, Светлана вновь учится в магистратуре по направлению психоаналитическое бизнес-консультирование. И очень рассчитывает, что новый законопроект не станет препятствием для опытных профессионалов. Почему, например, кандидат экономических наук не может быть бизнес-тренером, если его квалификация – это корпорации, работа с бизнесом всю жизнь? Почему он должен получать бумажку о том, что он бизнес-тренер? У него в пять раз больше квалификаций, чем у того человека, который просто прошел двухмесячный курс и стал бизнес-тренером. По словам инициаторов законопроекта, утверждение профессии коуча и бизнес-тренера поможет объективно оценивать качество предоставляемых ими услуг, а также контролировать возникновение на рынке очередных сомнительных курсов и марафонов личностного роста. По данным социологов, каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни обращался за услугами коучей и бизнес-тренеров. При этом лишь 21% из них проверяли перед занятием наличие у специалиста диплома об образовании. Законопроект могут рассмотреть в весеннюю сессию. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, Николай Епифанов. События. Эфир продолжит новости экономики. Светлана Кудрявцева уже в студии. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. В России средний срок ипотечного кредита впервые превысил 20 лет. С чем это связано? Это связано с ростом цен на недвижимость. Россияне предпочитают платить меньше, но дольше. Средний срок ипотеки в стране впервые превысил показатель в 20 лет. Еще в декабре прошлого года было 238 месяцев, то есть чуть больше 19,5 лет. В конце 2020 года специалисты зафиксировали резкий рост цен на недвижимость. Во многом этому способствовала программа льготной ипотеки, когда граждане получили возможность взять кредит на квартиру в новостройке под минимальный процент. Рост спроса закономерно повлек за собой пересмотр ценовой политики в сторону увеличения. В этих условиях, чтобы обзавестись заветными квадратными метрами, гражданам пришлось занимать все больше денег у банков. Зачастую они идут на увеличение сроков кредитования, чтобы сохранить величину ежемесячного платежа на приемлемом уровне. Мало купить квартиру, нужно ее еще и обустроить. В России за год удвоился спрос на строительные материалы. Это связано с тем, что россияне стремятся сэкономить и по возможности провести ремонт самостоятельно. В целом по стране спрос на строительные материалы за год вырос на 102%. В регионах товары этой категории покупали чаще всего. В Самаре, в Туле, Челябинске, Новосибирске, Саратове, Тюмени, а также в Омске и в Казани. Российский бизнес предупредил о риске массового закрытия заправок. С 1 января 2024 года в России вдвое сократят допустимую погрешность при отпуске топлива. Но представители отрасли считают, что для этого нет достаточного оборудования. То есть оснащение АЗС окажется слишком дорогим. Штрафы до полумиллиона и обновленные требования подорвут финансовое положение большинства компаний. Это может привести к массовому закрытию заправок. Представители бизнеса обратились в Госдуму с письмом, в котором просят смягчить вступающие через два года правила контроля за точностью отпуска топлива. В Самаре продолжается контроль за амбулаторными больными, находящимися на самоизоляции. Дважды в день управляющие микрорайонами обходят пациентов. Для того, чтобы болезнь не распространялась дальше, амбулаторным пациентам необходимо находиться дома. Как прошла проверка в Советском районе, увидела наша съемочная группа. День Евгении Шестаковой начинается с прогулки по своему микрорайону, в котором более 40 домов. Управляющая навещает амбулаторных больных, чтобы узнать, соблюдают ли они самоизоляцию. Шестакова Евгения и Евгения беспокоят управляющими микрорайонами. Наталья Николаевна, как вы себя чувствуете? Спасибо большое. Помимо самочувствия управляющая интересуется, когда звонили или приходили врачи. Если требуется, консультирует по интересующим вопросам или сообщает контакты тех, кто может помочь. Есть какие-то нюансы, которые люди не до конца понимают. То, что могу объяснить. Объясняю то, что нет, передаю через своих сотрудников в администрацию, чтобы дальше уже передавали вопросы по назначению и возвращались с ответом. Всего в Советском районе сейчас 569 пациентов проходят лечение от коронавируса в домашних условиях. Сотрудники администрации и управляющие микрорайонами ежедневно проверяют, соблюдают ли они самоизоляцию. Либо звонят в домофон, либо общаются по телефону. Информацию про больных получают из поликлиник. Хочу отметить, что граждане стали бдительнее, ответственнее. Слава Богу, что они сидят дома, соблюдают режим самоизоляции, заботятся о своем здоровье. Но это для нас очень важно. В Советском районе с начала года только 4 человека нарушили правила самоизоляции. Все материалы переданы в отдел полиции, где будут составлены протоколы об административных правонарушениях. Штраф составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Часто и снегопады, и яркое, уже по весеннему теплое солнце. Столбики термометров показывают то плюс, то минус. В этом году, по предварительным прогнозам, ожидается ранняя весна. Как это отражается на настроении и самочувствии самарцев, выяснила Мария Левина. Очень хорошее настроение. Чудесное. Просто солнце светит, морозится легкий. Мороз и солнце – день чудесный. Но в конце недели синоптики ожидают потепления. Выходные – от нуля до двух градусов. Температурные колебания обусловлены западно-восточным переносом атлантических циклонов. Однако, в целом, температура воздуха в феврале уже второй год наблюдается выше нормы. Благодаря такой погоде, да, и солнцу, и снегу. В воздухе-то уже пахнет весной? Обязательно. Уже давно пахнет, уже неделю как пахнет весной. Уже соскучились. Планы – гулять по набережной, когда будет тепло. Кататься на велосипеде, ездить на омике за Волгу. Ждать уже недолго, судя по предварительным прогнозам, весна обещает прийти раньше срока. Об этом говорят сводки, которые саморские синоптики получили из федерального ведомства. Из них следует, что в марте, как минимум, несколько дней обещают быть с аномально теплой погодой. То, что нам составляют прогнозы предварительные гидрометцентры России, они дают, ну, такой обобщенный прогноз на март месяц. Они температуру дали значительно повыше нормы. Но будет ли это связано с весной, ну, марта – да. А в апреле возвраты холодов они в любом случае будут. В любом случае. Как бы там ни повышалось, но все равно еще вот календарные эти месяцы, их никто не отменял. Температурные колебания мало влияют на психологическое состояние людей. Дело здесь больше в солнце и световом дне. С увеличением светового дня меняется настроение, но в основном чутко чувствуют перемены люди инфантильные, говорят психологи. Будет теплее, будет светлее, будет больше возможности общения, радости, прогулок, при которых человеку не придется самому придумывать, чем себя развеселить вечером. И те люди, которые склонны к инфантильности, которых нужно развлекать, они как раз расслабятся. Перестанут напрягать тех, кто их должен развлекать. И, в общем и целом, получится такое. Вздохнут с облегчением все. А вот медики отмечают резкую уязвимость здоровья человека в октябре и апреле. В это время организм чувствует себя слабее обычного, поэтому подвергается инфекционным заболеваниям. А у людей с нестабильной психикой наблюдается обострение из-за смены биоритмов. Вот эта биоритмика оказывает существенное влияние на потенциальную уязвимость человека к развитию психического расстройства. То есть есть генетическая подоплека, есть стрессоры, есть накопленный прессинг, приводящий к поломкам. Но случится это в тот момент, когда организм и головной мозг, и воля уязвимы. Весна уже сейчас начинает будоражить переживания людей. Именно после зимы наружу выходят все те чувства, которые копились внутри. У кого-то эта энергия позитивна, а другим же придется провести какое-то время в кабинете специалиста. Мария Леевна, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других темах дня. Автовладельцев в России не будут штрафовать по камерам за езду без ОСАГО. Стыковка без данных ЕБДД и страховых компаний еще не проведена, и когда именно это произойдет, не ясно. Об этом сообщили в госавтоинспекции. Нововведение заработает, когда будет полностью исключен вопрос необоснованного привлечения водителей к ответственности. В Самаре будут судить членов организованной преступной группировки, которые эффективно зарегистрировали более 440 мигрантов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Условия для незаконного пребывания иностранных граждан создавали пятеро человек. Им по статье «Организация незаконной миграции» может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Спрос на антидепрессанты и нейролептики в России с начала года увеличился на 43% и 35% соответственно. Врачи связывают это с последствиями пандемии. Медики отмечают возросшее число обращений пациентов к психиатрам, неврологам и психологам. Чаще всего люди жалуются на нарушение сна, тревожность, депрессивные состояния. Производители продуктов стали чаще уменьшать размер упаковки, но цена осталась прежней. Вес сладостей, кофе, молочных продуктов и макаронных изделий уменьшился на 5-50 граммов. Например, шоколад теперь стал весом 82 грамма вместо 85, а вес растворимого кофе уменьшился с 95 граммов до 85 в упаковке. Сокращение объемов – не новая практика для производителей продуктов и напитков. Такой способ позволяет не отпугнуть покупателя и сохранить рентабельность производства. Проект, который вызвал общественный резонанс в Европе, теперь предлагают увидеть и самарскому зрителю. В художественном музее открылась выставка «Уязвимые» Ольги Мичи. На выставке представлены фотоработы, посвященные культурному своеобразию вымирающих народов мира. Подробнее в нашем репортаже. Первобытность и цивилизация. Фотопроект «Уязвимые» Ольги Мичи покорил Европу, а сейчас выставка открылась в Самаре. Экспозиция посвящена культурному своеобразию исчезающих народов мира от племен Африки до коренных народов Чукотки. Я хочу побудить зрителя рассмотреть наши общие уязвимости, задать вопросы, а кто более уязвим? Мы в нашем мире, в разобщенности. Ведь здесь, находясь, мы попадаем в глобальную проблему единства и многообразия прошлого и будущего. Сочетание такой очень важной идеи глобализации общечеловеческих ценностей, это все еще сочетается с высочайшим современным техническим мастерством исполнения. Для Самары это большое событие, потому что этот проект это не только красивые фотографии, яркие краски, и на самом деле с точки зрения техники сделано очень грамотно и сложные работы, но за ними стоит еще идея, смысл, многолетнюю работу большей команды. Хочется жить. Настолько цвета, настолько насыщенность, настолько деликатные все фотографии, что я пришла просто в большом и в диком восторге. Меня вот мелкая дрожь сейчас колотит, потому что я испытываю настоящие подлинные эмоции от того, как можно красиво преподнести любого человека. Увидеть выставку и найти свои смыслы в каждом из почти 60 кадров самарцы смогут до 27 марта. Мария Елеевна, Григорий Плешаков. События. Баскетболисты Самары победили в очередном матче Суперлиги. Шпажист Павел Сухов помог сборной России победить на этапе Кубка мира, а велосипедисты покорили этап Кубка России. Подробности в нашей спортивной рубрике. Баскетболисты Самары выиграли очередной матч Суперлиги. В домашнем поединке волжане обыграли Барнаул. Первая четверть прошла в равной борьбе, а во втором игровом отрезке самарцы набрали высокий темп, забросив сразу 4 трехочковых подряд. Однако затем сибиряки смогли сократить отставание, но в последней четверти барнаульцы 6 минут не могли набрать ни одного очка. Поэтому Самара уверенно довела дело до победы. 99-63. В Сочи прошел этап Кубка мира по фехтованию шпага Сириуса. В турнире приняли участие 26 стран. Мужская сборная России по шпаге выиграла второй этап Кубка мира подряд. В составе российской команды выступил самарский спортсмен, серебряный призер Олимпийских игр в Токио Павел Сухов. Российские шпажисты на пути к финалу выиграли у Польши 35-33, Казахстана 32-29 и Южной Кореи 40-39. В решающем поединке россияне одолели сборную Украины со счетом 41-35. В Краснодарском крае прошел первый этап Кубка России по велосипедному спорту в дисциплине маутинбайк велокросс. Представители Самарской области завоевали три медали. У мужчин победителем Кубка России стал самарец Максим Гоголев. В турнире среди женщин серебряную медаль выиграла самарская спортсменка Елена Гоголева, уступив чемпионке из Челябинской области 15 секунд. Бронза у Тольятинки Анастасии Калялиной. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самаргиз, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!